Лекционный курс по дисциплине «Методы сбора и анализа. Медико-биологическая информация». Лекция 2. Модели сигналов и способы их описания. Элементы обобщенной спектральной теории сигналов. Обобщенные спектральной теорией сигналов называют совокупность методов представления сигналов в виде разложения по некоторым ортогональным МОЗИСам. Обобщенная спектральная теория сигналов объединяет методы математического описания сигналов и помех. Эти методы позволяют обеспечить требуемую избыточность сигналов, обеспечить анализ и синтез систем передачи информации, в том числе и нелинейных, улучшить синхронизацию в системах передачи данных, создать аналоговые фильтры без индуктивностей и цифровые фильтры повысить быстродействие цифровой обработки сигналов, решить многие другие практически важные задачи. Наибольшее распространение получили методы, использующие представление сигналов в виде колебаний и в виде спектрального разложения на синсоидальные и косинсоидальные составляющие. Представление сигнала S от T в виде суперпозиции базисных функций называют разложением сигнала по системе базисных функций. S от T равно сумме от k равного единице до бесконечности A, K, T, P, C, K, T, O, T. Требования к системе базисных функций для любого сигнала ряд должен сходиться. Базисные функции Psi, K, T, O, T должны иметь простую аналитическую форму. Коэффициенты A, K, T должны вычисляться относительно просто. Условия ортогональности функций Интеграл от T1, T2 FI, T от T FI, K, T от T DT равно 0 И не равно k FI, K, T в квадрате от T, DT равно C, K, T Число C, K, T называют нормой базисной функции Psi, K, T от T Каждую базисную функцию можно пронормировать по ее норме. Тогда нормированная базисная функция FI, K, T от T равно FI, K, T от T деленное на корень из C, K, T определение коэффициентов A, K, T при разложении сигнала по системе ортогонированных функций представленных на выражении в конце слайда. Такое ортогональное разложение называют обобщенным рядом FURIE, а коэффициенты обобщенными коэффициентами FURIE. Средняя мощность сигнала, выделяемая на сопротивлении 1, в качестве базисных функций используют системы ортогональных функций Бесселя, Хаара, системы ортогональных полиномов Лежандра, Чебышева, Эрмита, Лагера. Для изучения взаимосвязи сигналов используют такие характеристики, как взаимная энергия сигнала и взаимная мощность. E первое второе равно интеграл от минус T деленное на 2 до T деленное на 2 С первое от T С второе от T ДТ Взаимная мощность двух сигналов P первое второе равно единица деленное на T большое интеграл от минус T большое на 2 до T большое на 2 С первое от T С второе от T ДТ Различают сигналы ортогональные по энергии когда E первое второе равно 0 и ортогональные по мощности когда P первое второе равно 0 Взаимная энергия и взаимная мощность характеризуют степень сходств сигналов Если два сигнала полностью совпадают то P первое второе минус P второе первое равно P Где P Корреляционная функция K T первое и T второе показывает взаимосвязь корреляцию значений X от T1 равное X первое и X от T второе равно X второе случайного случайного процесса X от T в моменты времени T1 T2 K от T первое T второе равняется интеграл от минус бесконечности до бесконечности интеграла X первое Математическое ожидание процесса, моменты Т и Т. f первое от x и Т, t и Т, f второе от x первое, x второе, t первое, t второе, одномерная и двумерная плотности распределения x от t. В экспериментальных исследованиях характеристики случайных процессов получают чаще всего усреднением по времени. Оценка координационной функции представлена формулой ниже. Звездочка указывает на то, что оценки являются случайными величинами. Стационарные случайные процессы, у которых средние по времени совпадают в предельном смысле со средними по множеству, называют эргодическими. Корреляционные и спектральные характеристики случайного процесса, связанные с соотношениями Хинчена-Виннера, представлены на этом. Дельта омега малая равна единица, деленная на омега большое М интеграл от нуля до бесконечности омега большое от омега малой дельта омега малая равно πd, деленная на омега большое М Ширина спектра – это основание прямоугольника с высотой омега М, площадь которого равна площади под кривой омега от омега малого. Если взаимные характеристики двух процессов, полученные путем усреднения по множеству, совпадают с характеристиками, полученными путем усреднения по времени, то такие процессы называют совместно эргодическими. Основные модели случайных сигналов и помех Распространенные модели случайных сигналов и помех Телеграфный сигнал Белый шум Гауссовский случайный процесс Гауссовский белый шум Телеграфным сигналом называют случайную видеопоследовательность прямоугольных, положительных и отрицательных импульсов со случайными длительностями Тау-1, Тау-2 и детерминированными амплитудами. Сигма минус сигма. В телеграфном сигнале изменением α можно в широком диапазоне измерять корреляционные и спектральные характеристики, описан выражением ниже. Спектральная плотность телеграфного сигнала описана следующей функцией. Ширину спектра телеграфного сигнала определяют следующими формулами. Чем больше α, тем меньше время корреляции процесса, что описано на выражении в конце слайда. В графике k от Тау при α1 меньше α2 и σ равном 1 показано в верхней половине слайда. Белый шум использует как модель наиболее тяжелого вида помехи в каналах связи. Белый шум – предельное состояние телеграфного сигнала при α, стремящемся к бесконечности. Спектральная плотность белого шума, омега нулевое, равная 2 σ в квадрате, деленное на α. Спектральная плотность – это мощность процесса, которая приходится на 1 Гц полосы частот. Спектральную плотность белого шума определяют следующей формулой. Омега большое от омега малого равняется 2 интеграла от нуля до бесконечности, омега большое нулевое, деленное на 2, σ от Тау, косинус омега Тау Д Тау равняется омега нулевое. Белый шум обладает следующими свойствами. Спектральная плотность белого шума постоянно. Значение белого шума при любых Тау не равняется нулю. Не коррелированы. Дисперсия белого шума бесконечна. Граузерский процесс. Здесь представленное следующее выражение является определителем. Сигма в квадрате – дисперсия сигнала. М равна нулю. РИТКТ равняется К от ТИТТКТ. АИТКТ – алгебраическое дополнение РИТКТ в А. Граузерский процесс является белым шумом, если все Н сечения его не коррелированы. АИТКТ равняется единице. А равняется единице. РИТКТ равняется РКТИТ и равняется СИГМАИТКТ. Символ Кронеркера. Плотность распределения Н-ного порядка для гауссовского белого шума описана формулой в конце слайда. Канонические и неканонические разложения случайных сигналов и помех. Каноническим разложением случайного процесса Х от Т называют ортогональное разложение. Типа Х от Т равное сумме от К0 равного нулю до Н. Х КТ ФИ КТ от Т. Где Т принадлежит интервалу от нуля до Т большое. Для стационарных случайных процессов наиболее удобно разложение по гармоническим функциям. Х от Т малого равен М плюс сумма от К равного единице до Н А КТ косинус омега КТ Т плюс Б КТ синус омега КТ Т. С увеличением длительности Т большое процессы число отчетов Н также растет. Спектр частот процесса становится непрерывным. Дельта Т равняется омега М деленное на омега от нуля дельта Тау. Недостатком канонических разложений случайных процессов является большое число случайных переменных и низкая эффективность при анализе нелинейных систем. Поэтому разрабатывают и неканонические представления случайных процессов. Например, в виде нелинейных функций нескольких случайных аргументов. Узкополосные и аналитические сигналы. Процесс называют узкополосным, если дельта Омега деленное на Омега нулевое много меньше единицы. Реализацию узкополосных процессов можно наблюдать на выходе схем, работающих на высоких промежуточных частотах, что представлено на графике в конце слайда. Используют две одинаковые равноценные формы аналитического представления узкополосных процессов. Амплитудно-частотно-моделированное колебание x от t равное a от t косинус омега нулевое t плюс φ от t В поле общем случае узкополосный процесс x от t является вещественной частью комплексной функции, что и представлено в следующем выражении. Корреляционная функция узкополосного процесса представлена в конце слайда. Если x от t и x черточка от t составляют пару преобразований Гильберта, то сигнал x от t называют аналитическим. Спектр аналитического сигнала x от t представлен далее. Спектр аналитического сигнала является односторонним и существует только в области положительных частот. Аналитические сигналы называют ортогональными в усиленном смысле, если справедливо, условия. Единица, деленная на t большую, интеграл от минус t, где звездочка обозначает величину, комплексно сопряженную x черточкой, житую от t. Понятие свертки. Свертка – это операция, которая производится измерительными приборами, и в результате которой нарушается объективность восприятия исследуемой физической величины или исследуемого физического процесса. Искажение видеоимпульса в результате операции свертки представлено в следующих графиках. Пределом, к которому стремится единичный импульс, когда его продолжительность стремится к нулю, есть единичная импульсная функция, или импульс Дирака. Сигма от t минус t нулевое равняется нулю при t неравном t нулевому, или же бесконечности при t равном t нулевому. Модель импульса Дирака – импульс прямоугольный, форма единичной площади при бесконечном увеличении его амплитуды неизменной площади. Любой сигнал E от t мы можем представить в виде последовательности импульсов продолжительностью Δt. Представление непрерывного сигнала в виде суперпозиции импульсов прямоугольной формы отображена на графике ниже. Дискретизация и квантование. Во многих случаях непрерывные сигналы, поступающие с выхода измерительного устройства, не обрабатываются непосредственно, а сначала подвергаются дискретизации, то есть наблюдаются только в определенные моменты времени. В общем случае наблюдение производится периодически через постоянный промышлуток времени t большое – шаг дискретизации. Для физической реализации процесса дискретизации необходимо осуществить сверстку дискретизируемой непрерывной функции x от tau с импульсом Dirac. x от tau равно интеграл от минус бесконечности до бесконечности x от tau σt-tau dt. Перейдем от периода дискретизации t большое к круговой частоте дискретизации fц-tau равняется единице, деленное на t большое и перепишем данные, равенству дискретной формы. Экстродискретизированного сигнала отображен на данном графике. Поэлементное квантование – это квантование по отдельности каждого из чисел альфа-катая, представляющих данную функцию по заданному базису. Квантование относится к классу нелинейных преобразований. Поэлементное квантование исходного сигнала представлено далее. Дискретизированный сигнал представлен на следующем f1 от tau с черточкой, f2 от tau минус tau с черточкой. Обе последовательности могут иметь любое число элементов от единицы до бесконечности. Причем они не обязательно должны быть одинаковыми. В циклической свертке обе последовательности определены на окружности периметра n. Можно считать, что переменная tau пробегает по окружности, принимая только n различных значений. Циклическая свертка fc от tau определяется выражением. fc от tau равняется summa f от tau с черточкой, равная 0 до n-1. f1 от n-1 от tau с черточкой. f2 от n-1 от tau минус tau с черточкой. В последовательности очень легко перейти к большим значениям n путем дополнения их нулями. Обе последовательности дополняются нулями до получения одинакового числа элементов, которые будет иметь циклическая свертка и обычная. аналоговое вычислительное устройство для выполнения свертки для выполнения обычной свертки в последовательности 1, 2, 3 и 1, 3, 5, 7 представлено на следующем изображении ниже. Субтитры сделал DimaTorzok